здравствуйте уважаемые зрители сегодня буквально считанные часы назад государственная дума российской федерации приняла закон который по факту полностью отменяет выборы в российской федерации то есть теперь чтобы проголосовать не нужно ходить на избирательный участок достаточно по почте отправить письмо все мы прекрасно понимаем что эта процедура делает выборы абсолютно бессмысленными то есть введение фашистской диктатуры идет семимильными шагами этот закон был принят подчеркнуто в нарушении регламента государственной думы в первом чтении он вносился под видом изменений в закон о сборе подписей для участия в выборах а во втором чтении он стал законом об изменении процедуры голосования ну то есть полный беспредел эту ситуацию и вообще все то что происходит в последнем месяце мы обсудим с сталинградским логером василием пушкиным василий приветствую здравствуйте с твоей точки зрения почему вот эти люди которые засели во властных кабинетах начиная от самого высокого нашего кабинета и заканчивая пониже почему они подчеркнуто действуют антизаконно почему с твоей точки зрения ну вы знаете вот то о чем с чего начали вот этот ликвидация фактически выборов помните тут еще споры которые в начале зимы надо идти на голосование не надо идти на голосование надо голосовать за внули и надо протест на голосование мне кажется может быть дошло и снялось что у нас по сути система которая живет вне зависимости от этого голосования то что какие-то формальности удаляются последние это вот нормальный процесс который делает очевидным то что было и до этого но она делает это не просто так а происходит это в ходе процесса некого который идет в этой системе но известно как бы вот вот этой политологии социологии что государство как правило опирается на две опоры это легитимность который не надо подпить с легальностью который есть закон с легитимность это вера в то что власть по большому счету есть благо и насилие но если колонна легитимности обрушивается у власти нету другого инструментария какого-либо управления кроме насилия это значит начинается как бы то что мы называем фашизации государства насилие начинает принимать тотальные формы но даже выбор который эту формулу выдвинул что государство есть монополия на насилие а понятное дело что монополия на насилие она конечно звучит страшно но с другой стороны понятно что такое не монополия на насилие когда насилие становится тотальным исходит от любого человека вплоть до соседа и так понимает что жандарм на улице может быть лучше так вот выбор он говорил что даже монополия на нас насилие опирается на некую общественную санкцию который понимает что лучше такая монополия будет когда легитимность обрушивается власти надо оправдывать свое насилие а как она может его оправдывать вот дэвид айк обруган форму понти такую выдвигалась слышали проблема реакция решения то есть создается некая проблема на которую надо реагировать то проблема врезались самолетом небоскреба реакция надо что-то делать мы должны же подняться решение это патротический акт некоторые то есть начинается эскалация страха для оправдания насилия она может быть любое этого как бы зависимости от вкуса от ситуации от настроения общества конечно до этого эксплуатировалась во всю тема террора что некие террористы тотальная такая угроза безликие которые просто любят убивать сидят в кустах и хотят любой момент взорвать вашу хату поэтому лучше будет полицейские с большими полномочиями и будет вас спасать но понятное дело что вот эта угроза инфекционная она намного прекрасней и лучше чем любая террористическая угроза потому что во первых террориста можно как-то увидеть террориста еще надо как-то понять а чем он мотивируется а вирус это вот тотальная угроза во вторых надо понимать что вот современный обыватель он когда путает виртуальную реальность подлинный он не понимает что он погружен в виртуальную реальность что он никогда не видит настоящую реальность а он видит ее процеженной через определенный фильтр и поэтому стало ясно чтобы создать некую инфекционную угрозу и по большому счету чтобы нагнетать какой-то страх не нужна болезнь достаточно виртуальное присутствие некой угрозы многие люди у нас имеют короткую память очень короткую и они забыли как всего лишь 11 лет назад весь мир поразила страшную угроза свиного гриппа я не предлагаю как бы выдвигать конспирологические теории накручивать что-то я просто предлагаю всем думающим людям и мы слава богу живем новом веке есть интернет легко подобрать как это шумиха нагнеталась чем она там к чему привела как в россии скупались маски но самое главное чем она закончилась там не какие-то конспирологи что-то высказали там было заключение комиссии европарламента о том что ввоз действовал в коррупционных интересах нагнетая в интересах фармацевтических компаний нагнетала эта истерия плюс там было еще интересное последствие от этой вакцинации которые на скорую руку то побыстреньку провели а там было некие последствия побочные эффекты у десятков детей стали инвалидами них там поводу стала болезнь нарколепсия по моему заболели это это очень интересно поглядеть как подобные механизмы действует вне зависимости от того что есть сейчас коронавирус так вот когда у власти нету такой опоры как легальность или легитимность как легитимность когда ее перестают воспринимать как некое благо будет накручиваться тотальная вот эта машина террора с одной стороны с постоянным запугиванием ужасом который будет сам по себе парализовывать ум обывателя с другой стороны будет вот эта нагнетация и тут под это дело пошли интересные инициативы я не буду говорить о том что там творится по поводу ввоз и каких-то попыток какие-то странную вакцину по-быстрому нам сургить когда представитель как то минздрава вот это заявил что вот эти все карантинные мероприятия у нас будет продлеваться до тех пор пока не будет некая вакцина введена а в дании между прочим уже приняли жесткий закон о насильственной вакцинации населения там был пункт почти который провели что полицейский для этой насильственной вакцинации может врываться в лампцы дома а у нас почему параллельно принимается закон поправки в закону полиции о том что могут вскрываться машины о том что могут взламываться дома там пока слова вакцинации нету но как-то странный вот этот параллелизм как бы к чему готовит разумеется все это для нашего блага и для нашего спасения якобы делается поэтому как бы то что выборов нету это уже как бы замечательно я хочу сказать спасибо депутатам государственной думы что они может быть людям фантазирующим по поводу выборов как бы немного прочистили мозги если у кого-то оставалась иллюзия почему все-таки они вводят все вот это то что не вводят незаконно то есть они подчеркнуто незаконно именно подчеркнуто то есть можно взять регламент государственной думы пройти по нему по пунктам да и вести все вот это законно можно было ввести чрезвычайную ситуацию чрезвычайное положение и обязать всех одеть на мордники абсолютно законно и уже под законными актами отменить выплаты там и и так далее да Но намордники и самоизоляцию, вот эту, можно было сделать законом. Они это делают подчеркнуто незаконно. Почему, с твоей точки зрения? Я более того скажу, есть еще одна страна. Они делают некоторые беззаконные действия, подчеркнуто беззаконные, но еще и к тому же и абсурдные. Вот эти две страны, они, мне кажется, дополняют друг друга. И мне тут кое-что видится. Но я просто вот хочу сказать, да, вот это то, что они сделали с транспортом. Есть некое мероприятие, сделанное для нашего блага, чтобы уменьшить количество заражаемых. И поэтому они как бы разродили. Я вот еду, стою, что получается в итоге? Чтобы человеку там попасть по нужде из одного конца в другой, на остановке собирается толпа, стоит толпа такая, подъезжает автобус. Туда набивается народ, стоим, продохнуть некуда, там ни в маске, ни без маски нельзя. И я стою и думаю, вот это мероприятие для того, чтобы избежать заражения. Это подчеркнутый абсурд, как и масочный режим. Относительно ношения масок сделала сначала ВОЗ заявление, что они бесполезны и не нужны. Потом МЧС выступил, что в общественных местах, там на улице их носить не надо. Потом группа врачей сказала, что они даже опасны и намокают дыхание. Представляете? Бактериями дышишь, которые маска собирают. Да, да. И после этого абсурда вводится тотальный масочный режим. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, это есть некая подчеркнутая технология власти. Вот когда вы хотите опираться только на насилие, вы должны человека не просто подчинить, вы его должны сломать и превратить в некую такую жидкую субстанцию пахнущую, которая известно как называется. Вы его в это должны превратить, чтобы получить полную вату власти. А как это сделать? Есть особая технология ломки человека. Она используется в свое время в концлагерях. Это абсурдная работа. Одно дело, когда ты участвуешь в тяжелой работе, трубка, там, каторжный. А смыслный, да? Да, смыслный. Но ты даже строишь стену того же концлагеря. Но ты видишь, что это стена, это сама смысл, который может в рождении тебя, он тебя структурирует. Другое дело, там используется другое. Это, например, перетаскивать камни с места на место. Когда заставляли, там, человек в ходе такой работы... Это же муставские каменоломни, да? Да. Просто долбить камни. Или заставляли копать землю руками, а когда рядом стояли хорошие лопаты. То есть тебе даже показывают, твой труд даже не нужен. Тебя просто ломает. В итоге человек, у него ломается вся. А человек это не только физиология, это некая культурная конструкция. Так вот ее ломали. А на выходе получался сломанный человек, который поддается все. Вот эта подчеркнутая беззаконность и абсурдность того, что происходит, мне кажется, есть некая технология власти, которую должна получить. Потому что, вы понимаете, пока все происходит в рамках закона, есть некий обыватель, который еще качает права. Он говорит, ну вы понимаете, это вот неразумно, это не законно. Он что-то доказывает. А когда его так сломали, он молчит. И власть превращается в подобие вии, в которой ты должен радоваться, что ты в присутствии этой власти пробежал и остался жив. Ты вместо презумпции незаконности, кажется, вводится некая презумпция... А, не виновности, виновность. Виновны все. Ты ничего не можешь доказать. И ты должен понять, что ты тут бегаешь, зараза такая, еще по этим улицам, не потому что ты такой умный и хороший, какой-то там гражданин России, который имеет права. Нет. Ты, зараза, бегаешь только потому, что мы тебе разрешили. И дышишь этим воздухом только потому, что мы тебе разрешили. И это должно проникнуть именно в это, что нету никаких сдерживающих каких-то законных актов, никаких судей. Есть вот этот кулак, который тебя держит за шею, и который тебе в любой момент может перекрыть дыхание, и ты помрешь, и поэтому ты не дергайся. Как ты думаешь, получится ли у них устроить в вольере, который огражден границами Российской Федерации, вот этот вот концлагерь? Проглотит ли это наш русский народ? Проглотим ли мы это и прогноз на будущее твое? На ближайшее, на самое ближайшее будущее? Ох, это тяжелый вопрос, потому что мы не понимаем, что с нами произошло и до какой степени. Вот это состояние обывателя, который считает, я имею этот опыт, знаете, в 90-е, когда на митинги приходилось звать, люди говорили, я не хочу заниматься политикой, мне надо детей кормить. Человек не связывал, что как-то митинги и активность какая-то политическая связаны с тем, что ты будешь завтра кормить своего ребенка или не будешь. Мы сейчас находимся в эпицентре, погружаясь в глубину большого национального кризиса, который связан в том числе с распадом общности. Мы разучились создавать общности и коллективные действия. Разучились вообще сознавать глубину национальной проблемы, именно национальной, а не как свою личность. Способна в этой ситуации эта общность, которая когда-то была русским народом, сплотиться и подняться для той угрозы, которая сейчас уже совершенно очевидна. Это большой вопрос, на который я не знаю. Ну, можно, конечно, давать разные ответы, но на него можем мы ответить сами, как народ только. Потому что, по большому счету, если вот так просто математически сидеть, складывать, что мы сейчас имеем, то мы видим, что движемся сейчас в катастрофе. Потому что, с одной стороны, мы имеем в виду власть, которая не просто криминальная, а самое страшное, что сейчас мы увидели, что она еще встроена в глобальную систему. И когда оттуда идет приказ, она раз, и отдает, и говорит, есть. И когда в рамках этой системы мы движемся к чему-то непонятному, очень похожему на то, что называют электронный концлагерь, а, с другой стороны, мы видим это тотальное разобщение, и там не всегда даже понимание, то, понятное дело, что из этой суммы ничего, кроме национальной катастрофы, выйти не может. Но, мне кажется, первый пункт в каком-то пробуждении, хотя бы осознание самой этой, ужас этой ситуации, да, если она хотя бы осознанно как национальная, не как личностная, а как национальная. А с другой стороны, надо понять, что ты своего ребенка не накормишь в условиях, если ты находишься на палубе тонучего титаника. Нет такой каюты. Если у тебя нету проекта, чтобы убежать отсюда подальше, а куда ты убежишь, я не знаю, если тут вы... Да, в планете то же самое. Да, куда убежишь? Абсолютно, да. Вот такие ролики есть про животных. Когда животные, которые в этой пищевой цепочке предназначены самим мироустройством быть нижним в звене, вдруг дают отпор. Когда там белочка кидается на змею, когда кролик кидается на змею и дает отпор реальный. Так вот, если две реакции на угрозы, одна мобилизация и консолидация, а другая разобщение и готовность стать бештекстом. Это помните, как до третьих петухов у Шукшина, когда змеи Гаранч смотрит и там Гаранч смотрит, а, бештекст, нет, антрикот вот это. Если вы не готовы к нашей нации мобилизоваться, давайте поймем, что мы становимся бештекстом, готовы к употреблению. Ну тогда прекрасно, я поздравляю, готовьте своих детей морально к этому, себя готовьте к тому, что вы будете просто съедены, если вас это устроит. Но питать иллюзиями какими-то о том, что все это как-то само вырулит, все оно само как куда-то выйдет, а не выйдет. Все само выйдет туда, где нас не будет. У меня есть два практических совета. Два, всего два. Вот раньше было, и сейчас еще есть, да, вот по пятницам, вот до 2014 года особенно, когда Москва просто захлебывалась от бабла, в ресторан невозможно было попасть. Ты, чтобы попасть в пятницу в ресторан, ты должен звонить в четверг, бронировать себе место. То есть все шли бухать. В основном шли мужики, коллективы и так далее. То есть есть какое-то объединение, какое-то, да, которое способно собраться в одном месте и побухать, да, то есть это 4, 5, 7 человек. Вот, уважаемые граждане, объединитесь хотя бы на вот этом уровне, и если вас начинают прессовать, там, работники полиции, там, или еще кто-то, да, по звонку в одно место должны явиться ваши собутыльники, потому что одного сломать проще, а пятерых уже как-то, да, и полицейские будут думать, да зачем мне эти проблемы, одного я задержу, а второй там на меня напишет что-то. Это первое. И второе, перестать слушать своих жен, которые постоянно говорят, не лезь, зачем тебе это надо, у нас дети, кредиты и так далее. То есть мужчина так создан, что он мыслит стратегически, он мыслит на два, на три шага вперед. Да, у нас с этим проблема, но все равно. Поэтому два совета с моей точки зрения. Вот такая дежурная команда и перестать слушать жен и заниматься более активную гражданскую позицию. Ну, я так думаю. Правильно я мысляю? Я думаю, что мы вообще должны как-то вернуться к некой науке коллективного действия. Тут дело в том, что даже не политические структуры, у нас надо науку возвращаться, создавать любые социальные структуры. Должна появиться эта нужда не только виртуального, но и реального общения. Не только лайки, перепосты, там все, а в оффлайне, как это говорится. Да, да. Вот жуткая потребность создания каких-то социальных связей. Потому что вообще даже вот в политологии это известный факт, что один человек не является субъектом политики. Политическим субъектом является политическая группа. До тех пор, пока у вас нет политической группы, вы ноль. Даже если у вас миллион, но вы раздельно, вы есть ноль в политике. Вот все, эту математику надо понять. Если вы хотите влиять на политику, создавайте политические группы. Даже не в политике, в жизни вы ноль. В жизни вы ноль. Знаете, есть, я опять время тяну, но я однажды прочитал, наверное, спорная книжка «Каратель и мародер». Я его какой-то а-ля Тами написал. Он там промоделировал о том, как будет обрушиться наше государство. Власть сверху задает, и оккупанты ничего не делают никаких. Они просто отсекают города от всякого энергопотребления. И здесь начинается первобытная жизнь, когда преступные группы завоюют. И он описывает, как выживание в этих условиях. Как люди помирают от голода за первый сезон. Как выживают те, кто умеют обращаться с оружием. Как они создают какие-то группы, которые до выживания. Современный индустриальный город можно обрушить в первобытное состояние очень быстро. Вот крестьянина с автономным хозяйством было невозможно обрушить. Когда рухнуло вот это во время революции, в основном померло население столиц двух. Там была эпидемия, и там были вот эти проблемы. Но это что, была не эпоха электричества, когда рубильником можно один город превратить просто в эпицентр хаоса. А сейчас современный город, современными горожанами можно превратить в что-то страшное раз-два. Просто вырубается зимой электричество, отопление, и это становится большой умиральней. И поэтому надо понять, что вот в этих условиях, если у тебя нету группы, с которой ты можешь что-то сделать, ты можешь просто как бы готовиться к тому, что станешь пищей. Спасибо, Василий. Пожалуйста. Поддерживаем связь. Хорошо. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok